МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня во Дворце правосудия прозвучал приговор последнему 12-му уральскому фолькштурмовцу Илье Дорохову, который 6 лет был в бегах, скрывался в Питере и в бригаде шабашников, выдавал себя за Олега, бегающего от бандитов. Соучастник кровавых похождений против неслабян присел на 10 лет. Его ровесник Егор, любивший музыку и собак бесследно пропавший за несколько часов до Нового года, был найден мертвым в лесу на берегу озера Шортаж с изуродованным, бродящими псами, телом. На проспекте космонавта мужчина на Вазовской пятерке врезался в две припаркованные легковушки, перевернулся и погиб. Есть подозрение, что убил его неисправный автомобиль. Сегодня ночью на Уралмарше вроде бы пьяный за рулем Митсубиси догнал Нексию, разбил ее в дребезги, из нее вытекла лужа бензина, которую пожарные смыли, но на дороге появился коток. На нем поскользнулся еще один пьяный на черри. Он въехал в снегоуборочный КамАЗ и, отлетев, разодрал в клочья рекламный щит на обочине. В Каменске-Уральском на железнодорожной станции была обнаружена течь в цистерне со спиртом, правда, Митилову. Никто не отравился. На Михайловском кладбище некрофил анонист по кличке Винни-Пух осквернил могилу дятловцев. В Нижнем Тагиле суд признал даму, виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Тагильчанка создала ВКонтакте страничку для общения детей с сексуальным уклонизмом. Ну а теперь обо всем этом и многом другом наш программе, подробно детальный. В первую очередь, приговор последнему нацисту и скинхеду из Екатеринбургского фольксштурма. Илья по кличке Илл 6,5 лет бегал от полиции, прятался на стройках Санкт-Петербурга. Не пил, не курил, был сексуально воздержан, все равно нашли и отыскали. На фольксштурме три трупа, восемь покушений на убийство, куча избитых, все снято и выложено на Ютуб. Сегодня в областном суде прозвучал приговор последнему 12-му скинхеду из неонацистской экстремистской группировки «Фольксштурм» Илье Дорохову, который после разгрома банды в 2008 году, банды молодых жестоких неонацистов, по локоть запятавших руки в крови людей, просто потому что они не славянской внешности, удрал в Питер и несколько лет строил дачи. Там, в городе на Неве, под именем Олег, в бригаде шабашников, он снискал себе репутацию идейного антигедониста, или по-русски говоря, аскета, противника сексуальной распущенности и прочих мужских излишуств, типа табака и водки. По версии следствия, парень, родившийся в самом закрытом городке Горноуральщины, Свердловске, 45, в 2007-м участвовал в семи покушениях на убийства в составе неонацистской ОПГ и в двух убийствах, не славян, по мотивам национальной ненависти, а также в двух разбоях. Впрочем, участие в одном из них с экспроприацией барсетки суд за Дураховым не признал. Суд оправдал по грабежу одному из потерпевших, поскольку там была похищена барсетка стоимостью 300 рублей. В результате, как было оглашено в приговоре, сейчас состоявшемся, суд не нашел доказательств совершения данного преступления. Но и без того разбоя 26-летний Дурахов, которого фолькштурмовцы между собой в интернете называли Илом, не в честь самолета, конечно, а сократив его имя для конспирации до двух букв, получил 10 лет строгача и должен будет выплатить одному из пострадавших от его рук 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Шесть с половиной лет назад, убегая из дому, он сказал на прощание своей матушке, не верь, что обо мне скажут, я ни в чем не виноват. Но годы спустя на суде он признает свою вину, хотя публично давать показания и откажется. Дурахов конкретно в ходе следственных действий вину не признавал. В судебном заседании вину признал в полном объеме. Раскаялся, готов возместить ущербы всем потерпевшим. По всем эпизодам признал вину в полном объеме. Сегодня он улыбался из судного застеколья, одними губами. И лишь бледность на лице выдавала его волнение в момент оглашения приговора. Окончательно назначить Дурахову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пожалуй, было бы большой ошибкой говорить о Дурахове в отрыве от неонацистского контекста, от группировки «Фолькштурм» и 11 зверских акциях. 12 повернутых на фашистской идеологии пацанов не все были екатеринбургцами. Один из двух лидеров группировки, два года назад осужденный на 9,5 лет Александр Соловьев по кличке Сибирь. Вообще, приехал учиться в большой город из Югры. Второй лидер, точнее сказать, ее создатель, Михаил Русаков по кличке Русич, местный. Установлено, что данной группой было совершено 3 убийства и 8 покушений на убийства лиц неславянской национальности. Кроме того, они совершили свыше 20 так называемых акций, то есть нападений на лиц неславянской внешности и избиения указанных граждан. Кровавые похождения неофашистских уральских юнцов, назвавших свою бритоголовую бригаду в честь ополченцев Третьего рейха, на самом деле не по своей воле, а по приказу Гитлера в конце войны, отправленных на бойню, начались в сентябре 2006-го. Первая тройка возродившихся из ада фолькштурмовцев, Русич, Клим и Повар, Русаков, Климанов и Воробин. Вскоре нашли еще 9 сподвижников, самому младшему из которых было всего 16. Соловьев из Югры примкнул к скедхедам чуть позже, но именно он, как полагает следствие, внес в неофашистское подполье дух предельной жестокости и злобы. До Соловьева юнцы никого из неславян не убивали, лишь зверски избивали кулаками, ногами, цепями и кастетами. Снимая свои ксенофобские акции, они между собой их называли прогулками на видео и выкладывали в интернет. Лица екатеринбургские скедхеды скрывали, пряча иногда за медицинскими масками, но чаще за шарфами фанатских клубов. Несмотря на конспирацию, следователям удалось узнать по голосам и не только всех по именам юнцов. Участвующих в избиениях. Множество было экспертиз технических проведено, в результате чего были установлены, плюс показания самих подсудимых, по которым уже ранее состоялись приговоры. В свете последних событий на Украине горько осознавать, что дюжина уральских пацанов по сути плюнула в души земляков, назвав себя ополченцами Третьего Рейха. Сегодня в Новороссии мальчишки, их же возраста, воюют за правое дело, чтобы Донбасс не стоял на коленях. Перед Киевской хунтой. Основной костяк фолькштурмовцев, в том числе лидера Русича, судили в 2011-м. Он получил 13 лет строгой неволи. Восемь его подельников огребли от 8 лет до полугода условно. Через два года второй лидер группировки Соловьев, которому было всего 17, как малолетка получил почти по максимуму, 9,5 лет. Его подельник Минин отскочил двумя условными годами. Дорохова поймали в Питере лишь в прошлом году. В единственном интервью, это было даже не интервью, крик запоздалого отчаяния, его мать заявила, дескать, у сына не было никакой почвы для нацистской ненависти к иноверцам. Действительно, парень вырос в лесном, в котором чужаки без спецпропусков даже въехать в город не могут. Судя по всему, Дорохова подрубила под корень жизнь в большом городе. В Питере на стройке работяги полагали, что уральский парень без паспорта просто скрывается от бандитов. Питерский бригадир Виталий Сергеев утверждал, что Олег казался добрейшей души человеком, правда, замкнутым и неразговорчивым. Он и подумать не мог, какой кровавый след тянется за псевдо Олегом с далекого Урала. Сегодняшний приговор суда был столь долгим, что судья Вячеслав Малашковец разрешил участникам процесса частично выслушать его, сидя, и сел сам на время. Гособвинитель в фулуарах не стала уточнять, насколько сторону обвинения удовлетворяет этот приговор. Но в ответ последовала двусмысленная шутка. Можно не на камеру? Удовлетворяет мужчина с женщиной. Молодого екатеринбурца Егора Кляузова искали всем миром и полицейские, и родственники, и волонтеры почти три недели. И нашли в канун крещения в лесу, на берегу озера Шарташ. К сожалению, первой напарня, вероятно, просто заблудившегося и замерзшего в безлюдном лесу в новогоднюю ночь, наткнулась стая диких собак. Как заявил в комментариях прессе старший помощник руководителя следственного управления СКР Александр Шульга, до завершения экспертизы трудно говорить, была ли его смерть насильственной. Визуально ни на живых, ни огнестрельных ранений эксперты на теле не обнаружили, но звери успели его обглодать. В смерти это трагично и загадочно. Исследователям еще, похоже, предстоит немало потрудиться, складывая воедино пазл за пазлом, чтобы получить полную картину предновогодней трагедии. 26-летний Егор Кляузов планировал встретить этот Новый год дома. Родители уехали, а на попечении его остался любимый пес. Незадолго до полуночи Егор вышел из дому. Жил он недалеко от парка Маяковского, на углу Восточной Тверитина. И до озера Шарташ, где смерть настигла его, путь не близкий, разве что на трамвае 20-го маршрута, который ходит как раз от ЦПКО до Шарташа. Судя по всему, туда Егор не собирался. По признанию матери парня, сын выбегая из дому. Даже шапку не взял и оделся как-то легко. Ощущение, что он отлучился ненадолго, чтобы сбегать в магазин. Он даже музыку в компьютере не выключил и свет в квартире не погасил. На столе сына остался недопитый стакан с соком и мобильный телефон. После новогодней полуночи встревоженная мать обзвонила всех приятелей Егора. Но его никто не видел. В заснеженной лесополосе на берегу Шарташа, изуродованное зверьем мертвое тело, удалось опознать по особым приметам. Шраму в еремной ямке, который остался на горле Егора после операции и именной татуировки на запястье левой руки. А любимый пес Егора по собачьи жестко тоскует о хозяине. И после Нового года, похоже, вообще разучился от радости вилять хвостом. Опасный маневр стал роковым для 41-летнего Екатеринбуржца. Потеряв управление своей машиной, водитель пятерки «Жигулей» совершил кульбит, столкнулся с двумя другими машинами того же изготовителя и получил ранения, не оставившие ему шансов выжить. Авария с участием трех ВАЗов 21.05, 21.07 и 21.08 произошла в субботу за 10 минут до полуночи. Ведение пятой модели «Жигулей» двигается по улице Космонавтов со стороны улицы Шерсткая, в сторону грешней Кошмы. В районе дома Космонавтов 110 исправляет с управлением по неустановленным причинам, допускает наезд на стоящие, на припаркованные автомобили пятой модели и восьмой модели переворачиваются на крышу. В результате ДТП водитель от улучшенного страха скончался в месте происшествия. Как рассказали журналистам очевидцы этой аварии, они поспешили на помощь водителю, перевернули пятерку и вытащили мужчину из-за руля. Практически сразу на месте происшествия появились пожарные машины со спасателями, а чуть позже скорая помощь. Потерпевший еще дышал, и медики пытались его реанимировать, однако не добились результата и уехали. Своё расследование причин случившегося начали гаишники. Был ли водитель пятерки пьян? Бутылка водки лежала в его машине, однако она не была початой. 41-летний мужчина имел 15 лет водительского стажа и две категории в правах Б и С. При этом нарушений ПТД за ним числилось совсем немного, меньше десяти. А вот состояние машины, которое он управлял, оставляло желать лучшего. Так на ведущих задних колесах стояли шипованные покрышки, не только не имеющие ни одного шипа, но и практически уже не имеющие протектора. К слову, марка легковых покрышек «Уралшина» приказала долго жить ещё 9 лет назад. Так что даже если эти были из последней партии, они давно просились на свалку. Сейчас уже вместе с машиной, а то и не с одной. Уважаемые участники дорожного движения, Господинспекция города Катеринбурга призывает вас соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными при передвижении улиц нашего города, учитывать при передвижении погодные условия, дорожное покрытие, быть внимательными при участнике дорожного движения. В Екатеринбурге на Ивановском кладбище повесился 59-летний рулевой «Тойоты Короллы» Михаил Нужин, который незадолго до суицида замолотил на крауля три тачки, с места ДТП скрылся и добровольно покинул этот мир через удавление. Кстати, там и повесился, это на кладбище. Вот, кстати, еще что самое ужасное в этой всей истории, повесился он на кладбище. Но подробности у сотрудников полиции надо узнавать, да, но ситуация жуткая вообще. Кириллу Форманчуку, больше известному как «Медвед», который возглавляет в нашей области филиал Федерации автовладельцев России, обратились участники той массовой аварии на крауля за советом, как им теперь выщемлять деньги после того, как виновник замеса самоубился. Что им насоветовал «Медвед» малоинтересно, это частный случай, нас же люто заинтересовала сама история. Согласитесь, какая-то дикость. Человек повесился после ДТП, в котором никто не то что не погиб, а и даже не повредился здоровьем. Мы умышленно говорим «повесился после ДТП», а не «из-за ДТП», ибо прямая связь между этими событиями не зафиксирована. О существовании предсмертной записки нам неизвестно, но предположить корреляцию все-таки возможно. Расследование, проведенное независимым автоэкспертом «Медведом», показало, что вероятнее всего, пилот Короллы Михаил Нужин просто оказался никому не нужен. Никто ему в тяжкую минуту отчаяния не дал совет, не помог, и он повесился на кладбище из-за бабла, которое он должен был выплатить за два ДТП. Кто-то внимательный спросит, а что, было еще второе ДТП? Да! И вот, похоже, после него что-то внутри Михаила Нужина и надломилось. За несколько дней до вот этого большого ДТП было ДТП поменьше. Всего ущерба потерпевшие там насчитали на 30 тысяч рублей, так как у виновника, у нашего повешенного, были утеряны права, то есть он не лишен был ничего, он просто потерял человек права. Так у него были права, значит, потерпевшие его запугали, что его посадят в тюрьму, дадут 15 суток, что он будет ущерб оплачивать все равно из своих денег, несмотря на то, что полис ОСАГО у него есть, то есть страховая заплатит, потом придется из своих денег все это выплачивать, там будут большие суммы, поэтому давай вот ты нам дашь 30 тысяч, и мы все разъедемся. Человек вот он небогатый, занимал несколько дней, бегал по всем, у кого сколько мог, вот он занимал эти несчастные 30 тысяч рублей, деньги эти отдал, и в этот же день, получается, попадает вот в это наше ДТП. Что касается второго замеса, то он приключился в 10 часов утра на Крауля под стенами 51-го дома. Михаил Нужин катился на своей подбитой в первом акте Тойоте Короле и угораздился замолотить три подорожника, Форд Фьюжн, Шевроле Авео и Шкоду Суперб. Расфигачил их довольно-таки сильно, то есть надорого, заведомо на большую сумму, чем выплатит страховая по ОСАГО. Из места ДТП Михаил решил удрать, хотя наверняка понимал, что номер светанул, и его обязательно найдут. Ущерб, в общем, там в пределах 200 тысяч рублей, в любом случае страховая компания бы заплатила 160 тысяч рублей на всех, а остальное, если по желанию, то потерпевшие могли с него взыскать в судебном порядке. Но, по крайней мере, в любом случае, это было бы в пределах, выплата в пределах 160 тысяч, все остальное с виновника, потому что полис у виновника старый, до 1 октября 2014 года. Если бы у него уже был новый полис с 1 октября 2014 года, то лимит ответственности там 400 тысяч каждому потерпевшему. То есть эта сумма не делится. Вот в 10 машин въехал, каждый получит по 400 тысяч рублей. Каждый потерпевший. Получается, что после этого массового замеса Михаил Нужин должен был выплатить потерпевшим из своего кармана по меньшей мере 40 тысяч. Но он за несколько дней до этого с огромным трудом наскреб по сусекам 30 тысяч. И он прикинул, что такую сумму ему не потянуть. Уехал, бросил битую королу возле своего дома на Московской, 58, ушел на Ивановское кладбище, а через 4 дня его там нашли висящим на дереве. И сомнений в самостоятельности этого деяния у полицейских не возникло. Не, ну ситуации разные бывают. Конечно, для человека, верующего, любящего Бога, суицид – это тихчайший грех. Из-за него прямая дорога вслед за апостолом-предателем Иудой. Ну а если нет веры? Нет закона, нет и преступления. Случалось у нас в горах, автопилоты вешались в лесочке после ДТП. Но там хоть были замесы с погибшими, но типа рулевой осознавал, что погубил людей, совесть его грызла до невозможности, и он лез в петлю. Ибо в тюрьму-то идти еще страшнее. Но там ладно совесть, против нее не попрешь. Но вешаться из-за бабла – это реально какое-то отчаяние, безнадега. Ужас! Автоэксперт Медвед считает, что убил себя автопилот нужен не из-за денег, а из-за нехватки знаний. После первой аварии оппонент его конкретно подгрузил. Конечно, эта история печальная. Она показывает сам факт незнания людьми закона. Потому что если у водителя утеряны права, никаких это негативных последствий в плане возмещения ущерба по страховой компании, для него это не наступят, эти негативные последствия. Потому что страховая компания платит за тех, у кого застрахована ответственность. Если у вас есть полис ОСАГО, у вас даже может не быть водительского удостоверения. В принципе, раз полис ОСАГО у вас есть, вы допущены к управлению, значит, страховая компания обязана заплатить. Поэтому, не знаю, из-за каких-то там 100 тысяч рублей убиваться вообще никакой причины не было. То есть все произошло из-за незнания. Из-за того, что человек не знал, что страховая компания за него заплатит. Из-за того, что вот его первые, вот эти вот потерпевшие запугали, что раз ты потерял права, значит, ты должен будешь сам платить всем. Друзья, прежде чем какие-то делать такие необдуманные поступки, вы посоветуетесь, проконсультируетесь. Вообще, действительно, то есть заплатит страховая, не заплатит. И ради 100 тысяч рублей убивать себя, конечно, нет. Вполне возможно, что авария и попадос на бабло стали лишь поводом для самоубийства. Вероятно, проблемы в жизни Михаила Нужина копились долго и касались не только машины, но и личной жизни. Его жена даже на опознание не пришла. Больше всего меня еще поразило это поведение его жены, которая, ну, нету три дня, ну и ладно, то есть где человек, что с ним там, вообще непонятно. То есть и сотрудникам полиции так же он открыл дверь, когда они пришли. Да я не знаю где, ну, все, пропал куда-то. А потерпевший, вот, который обратился к нам, у его сотрудники полиции попросили, чтобы они съездили, его опознали. Потому что жена там по каким-то причинам его опознать отказывалась. То есть он отказывался ехать, поэтому, собственно, участники ДТП его потом и опознали. То есть жуткая ситуация. Сусться пара минут в нашей программе удивительной удачи екатеринбургского автолюбителя. Только за одно утро на свой видеорегистратор он снял сразу два ДТП. На Михайловском кладбище Екатеринбурга заезжий жирный некрофил, а на низ тамада и шоумен Винни Пух осквернил могилу дятловцев. Между тем столица Урала второй раз за несколько дней разбит витрина в одном из алкогольных магазинов. На этот раз отличился сексуальный, серийный сексуальный домогатель до одной из продавщиц. Винник, как и всякий уважающийся алкаш, он ходил как на работу, но оказавшись в магазине, он тут же бухался на колени перед прилавком и начинал глазами пожирать любимого работника алкогольной торговли. Ну и многое другое в нашей программе. Одни цены не вербит, пятый этаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 26-летний грабитель, условно-досрочно освобожденный из колонии, где он отбывал срок, только месяц сумел продержаться на свободе, чтобы не свершить новое преступление. С пути истинного молодого человека сбила машина, оставленная заведенной таксистом на северном автовокзале Екатеринбурга. Екатеринбурга. За кто вас задержали? За углом автомобиля. Какого? Тойоты. Где, при каких обстоятельствах? Находился он на северном автовокзале, подошел к машине, к машине увидел ключи, заведенные в автомобиле, никого не было. Все уехали. 26-летний житель города Первоуральск, приехавший к друзьям в Екатеринбург, в среду вечером опоздал на автобус. И, коротая время, до следующего, как-то сам собой оказался за рулем Тойоты Камри. Потом ее обратно просто поставить хотел. Просто для развлечения ее взял. Вы в трезвом состоянии или в состоянии алкогольного опьянения находились в тот момент? В алкогольном опьянении все. Машина была угнана с улицы Стрелочников от дома номер 15, а уже через 2 километра у дома номер 5А по улице Черепаново угонщик столкнулся с попутным Рено Дастер, но не остановился, а поехал дальше. Еще одно ДТП Первоуральск на чужой машине совершил на улице Татищева, а на Викулова попал в поле зрения экипажа ДПС. Погоня продолжалась около 5 минут и закончилась на улице Кравлев, вблизи радиотехнического колледжа. На пассажирском сидении рядом с угонщиком оказался 36-летний мужчина, голосовавший на дороге и случайно попавший в салон угнанного авто. Он до чего просто стоял, жил у дороги, тормозил машину, ну я остановился, проезжая на его, все. То есть вы когда ездили на автомашине, решили еще подвезти человека, который ловил машину? Да. Он сел по машине, что-то было дальше? Ну и все, он ему говорит, ну, я не помню, какой-то адрес он мне сказал, и все, мы поехали, буквально сколько, сейчас скажу, буквально минут через 15 на это задержали, вот и все. После взятия объяснительной незадачливый пассажир был отпущен на свободу, а вот недолгий отпуск на свободе для угонщика закончился. Первоуралец лишь 16 декабря за примерное поведение раньше срока был отпущен с колонии домой. Ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления житель Средовской области задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации неправомерное завладение автомобилем. Сегодня в начале первого часа ночи на улице Донбасской приключился автозамес с участием КамАЗа и четырех подорожников, которым можно было бы для красоты слога обозвать «Донбасской бойней». Но понятно, что по сравнению с реальной «Донбасской бойней» это детский сад с конфетами. Началась эта автозаварушка с того, что пилот Митсубиси Галант, по словам очевидцев, напился пьяный, разогнался под «Донбасской» под сотню и на перекрестии с переулком Никольским Галант навонзился в корму «Нексии», тормознувшей на красный. В результате неожиданного налета сзади «Нексию» выбросило вперед на тоже вставшую на красный десятку. Девушке, как видно, напрочь смяло зад, и эта полу-Нексия прохудилась, и из нее на дорогу вылилось горуче-смазочное топливо. Что-то из ленинского цикла «Бензин в разливе». Ну, а что, вполне себе фамилия «Бензин». Дабы горючка не полыхнула, на место прибыли спасатели МЧС. А, кстати, наблюдение из жизни МЧС – это те три буквы, к которым можно добавлять «УДАК», и при этом будет смысл. Короче, спасатели замыли трассу водой, а на дворе-то продолжается крещение Господне, отдание праздника только завтра. И хотя пик крещенского крещенда уже миновал, но по ночам у нас в горах еще очень уверенные минуса, и, естественно, кусок Донбасской очень быстро, простите, обледенел. Прошло 40 минут. К месту замеса потянулись гаишники, скорая, снегоуборочные КАМАЗы со скребками, чтобы, значит, последствия Донбасской бой не зачистить. И в этот момент к данной точке пространства подкатился черный подорожник Черри. Он стал последним китайским участником двухходовки. Во-первых, по словам очевидцев, Черри-вод был якобы набухан. Во-вторых, он вылетел на каток, организованный спасателями. Ну и в-третьих, прямо перед ним неожиданно вырос стоячий КАМАЗ. И Черри-вод не справился с ситуацией. Напоролся на корму самосвала, отломил кусок железяки. И в еще более неуправляемом состоянии поднебесный болид отлетел на обочину жизни, где замолотил рекламные щиты с ироническими слоганами. Самое время менять масло. Самое время купить шины. Да уж действительно, для пилота Черри самое время менять машину. На заднем диванчике убитого подорожника имелось детское кресло, но, по счастью, в первом часу ночи ребенка в нем не было. Ну и по счастью для ребенка, его папка здоровьем особо не пострадал. Судя по полностью распаутиненной лобовухе, Черри-вод в нее влетел головой, но от услуг скорой помощи отказался. В Екатеринбурге, на Михайловском кладбище, на могиле легендарных дятловцев, запечатлелся в жанре селфи некрофил, сатанист и анонист Вениамин Пухов, который, судя по всему, является поклонником нижегородского некрофила Москвина, выкапывавшего из могил женские останки и делавший из них кукол. Фотографию Вени Пухова на могиле дятловцев обнаружила ВКонтакте наша внимательная зрительница и пробила тревогу. Нас, как журналистов, которые темой дятловцев занимаются с 1997 года, конечно, очень сильно покоробило соседство с их могилой такого типа. И более того, некрофил Пухов в подписи к этой фотографии сознался, что будто бы отлил на могилу дятловцев. Это капец кощунство. То, что у Вениамина Пухова, который, судя по странице ВКонтакте, проживает в сопредельном Челябинске, нет ничего святого, это очевидный факт. Дело в том, что в той группе в соцсети, где обсуждает некрофильскую деятельность Москвина, Веня Пухов, известный в узких кругах как МС Винни Пух, создал альбом из 13 фотографий с общим названием «На кладбище всегда есть чем заняться». И в своем альбоме Винни Пух наглядно показывает, чем конкретно он занимается на кладбищах. Ну, про дятловцев вы уже слышали, но это еще не самое страшное. Вы только сейчас вдруг не подумайте, что мы типа взялись рекламировать некрофилию. Этот материал сделан исключительно заради того, чтобы Винни Пухом заинтересовались силовые структуры, ну или хотя бы психиатры. То, что Веня Пухов устраивал на кладбищах салют и пожар, это детские шалости. По его признаниям, написанным под фотографиями, он на кладбище мастурбировал на фотку своей давно уже умершей знакомой. Или, что совсем уж говорит о его сорванной башне, мастурбировал на могилу священника, прости господи, устраивал сатанистские акции по наведению порчи и прочь. Ну и как апофеоз? Уже голимая уголовка. Он вывозил на кладбище бомжа и разделывал его на органы, прикиньте, во имя тьмы. Не, ну понятно, что это может быть всего лишь больной фантазией. Ибо сфоткаться у могилы священника и заниматься самолюбием на его могиле, это далеко не одно и то же. Но проверить по-любому полицейские обязаны. А вдруг не фантазия? А вдруг некрофил реально бомжа вольнул? А если он реально глумился над могилой дядловцев, то... Ну а что то? Конечно, он злостный извращенец, который вроде как работает ведущим вечеринок, мастером оф серемоний, эмси, томадой, эдаким веселым толстым клоуном Винни-Пухом, развлекает публику, а по ночам уходит на кладбище и сам там развлекается. Конечно, человек духовно неподготовленный начнет его осуждать, проклинать, в сети грязно материть и посылать. Но если сам Господь Бог не убивает Винни-Пуха, не карает его, не вразумляет и позволяет ему творить зло во имя тьмы, то кто мы такие, чтобы его осуждать? Создатель, без сомнения, мог бы уничтожить зло в нашем грешном мире, но не делает этого. Он хочет, чтобы мы сами... Хотя кто из людей может знать, чего хочет Бог? Ясно одно, что Он любит любящих Его и милует ненавидящих Его. А если бы это было не так, если бы Бог был не любовью, а всего лишь справедливостью, то не только такие некрофилы, ананисты, сатанисты, как Винни-Пух, а все мы давно уже за грехи должны были гореть в преисподней. И это было бы справедливо. Но нет, потому что любовь. В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле, судебном участке номер 2 Дзержинского района, местная жительница Елена Климова, которую иногда не совсем корректно величают с журналисткой, видимо, чтобы была возможность задействовать тему попрания свободы слова, была признана виновной по той самой статье Кодекса об административных правонарушениях, которая так сильно не нравится нашим западным партнерам, не считающим, видимо, что в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди наших детей может быть что-то предосудительное. По части 2 статьи 6.21 КОАП на нее наложен штраф в размере 50 тысяч рублей. В протоколе, составленном еще в ноябре прошлого года работниками Роскомнадзора в Москве, упоминается о более чем 130 обращениях граждан и организаций с жалобами на содержание организованной ею странички во ВКонтакте под названием «Дети 404», который она сама считает проектом по помощи подросткам-лесбиянкам и гомосексуалистам чем-то типа кружка анонимных алкоголиков, где можно выговориться среди своих, получить поддержку и мудрый совет, и как бы все и никакой пропаганды. Однако, проанализировав творчество тех, кто пишет в этой группе, а там встречаются как романтические повести из жизни юных садомитов, обретших друг друга, так и прямые, в том числе и в виде утверждения, что гомосексуальные подростки особенны и прекрасны, как никто другой, специалисты Роспотребнадзора, а следом за ними и суд, пришли к выводу, что в них содержится утверждение об исключительности и превосходстве нетрадиционных отношений, ну и прочие подобные пассажи. Ну а сама Елена Климова, даже не будучи их автором, виновата в том, что не исполнила обязанность администратора странички и не удаляла контент, противоречащий законодательству Российской Федерации. Не безинтересно, что организатор группы, задуманной как бы для психологической поддержки детей, сама себя называет литературным редактором корректором, экс-журналистом, кем угодно, но никак не профессиональным психологом или педагогом, что в таком тонком деле, мягко говоря, совсем не лишним было бы. Запороть статью, пропустить опечатку – это одно, а загубить ранимую психику подростка, покалечить, поломать жизнь дилетантским вмешательством, да еще делать это вмешательство массовым – это как бы несколько опаснее для общества. Но так вовсе не считают, например, в Министерстве иностранных дел очень свободных Нидерландов, где создание партии педофилов все же не допустили. Там Нижне-Тагильскую правонарушительницу номинировали на правозащитную премию за заботу о российской молодежи, которая сегодня находится в репрессивном окружении. А созданная почти одновременно с группой для гомосексуальных детей английское издание The Colored Journal, обозревающее из Лондона культуру нашей страны в наше время, ну им из погреба виднее, назвал тагильчанку неопределенного рода деятельности в числе самых влиятельных женщин России наряду с Пусси Райот. Что ж, как говорится, скажи мне, кто твои друзья, и номер твоей колонны определится автоматически. Пользователь видеопортала YouTube родом из Екатеринбурга до двух раз в день становится свидетелем дорожных аварий и выкладывает свои съемки на всеобщее обозрение. Так в минувший четверг, передвигаясь по городу, он дважды снял ДТП на екатеринбургских улицах. Первое небольшое столкновение произошло в половине восьмого утра на пересечении улиц Малышева и Комсомольской. Как пояснил автор видео, девушка за рулем Шкоды Октавия, видимо, еще не проснулась и не заметила, как остановилась перед ней в дорожном заторе другая машина. Иначе с чем объяснить столкновение на скорости в 30 км в час. Еще одна авария, попавшая в объектив того же видеорегистратора, произошла в тот же день, но тремя часами позже на улице Розы-Люксембург. Здесь неловкий маневр водителя Kia Soul привел к повреждению четырех автомобилей. И судя по решительности, с которой виновник аварии вышел из руля, виновником он себя совсем не чувствовал. Так что эта видеозапись пострадавшим не была лишней. Помнится, два года назад, когда над Уралом пролетел и упал в Чебуркуле Челябинский метеорит, мир удивлялся количеству видеосвидетельств. Это явление, сделанных видеорегистраторами россиян. Стоит ли говорить, что среди авторов таких видео был и наш герой, сумевший снять полет метеора, двигаясь по Фидельевской дороге в сторону Росильбана. В Екатеринбурге продолжилась череда нападений пьяных клиентов на входные группы алкомаркетов системы «Семь пятниц». На сей раз жертвой буйного бухарика стал магас на Бардена-48. Не далее, как в прошлую пятницу, мы рассказывали историю о некрасовской бойбабе, которая и коня на скаку, и рублем одарит. А в алкомаркете на восточной 40 такая же могучая женщина в накиданном состоянии попыталась украсть три бутылки водки, была разоблачена, но товар вернуть отказалась. И в знак протеста подняла тяжеленный платежный терминал, стоявший у двери, и метнула его во входную группу. Понятно, что стекло разнесла в пыль. И вот новая история из старого цикла. Посредь бела дня в алкомаркет на Бардена пришел бухонький молодой парень, условно назовем его Арсений, и из пьяных шар стал подкатывать к продавщице. Оказалось, уже не впервой. Ну, короче, вел себя как тайный воздыхатель, ну, чтоб не сказать, маньяк. Неоднократно приходит концерт, что устраивает, падает на колени, закатывает истерики, признается в любви, не зная, что он там насчет меня придумал, или надумал, что я его девушка, и у нас какие-то отношения, я знать не знаю, как его зовут. То есть это неоднократно, то есть мою смену. В другие смены, то есть ведет себя адекватно. Я пообщался с девушкой, которую я знаю, мне хотелось пообщаться, он меня выгнал. Поэтому он меня ударил. Он меня в ответ тоже ударил. А вы что, вы любите девушку? Любишь бояриню? Люблю, безумно. Ах, бояриня красотою лепа, червлена губами, бровми союзно. Чего ж тебе еще надо, собака? Ничего не надо, ничего. Ну так и женись, хороняка. Изгнанный из алкомаркета Арсений, по сути силой оторванный от своей возлюбленной, конечно, обиделся. Вернулся и снаружи с ноги ввалил беззащитному дверному стеклу. Фрагмент внизу вынес, но понятно, что пришлось менять все стекло полностью. Дабы магазин не промерз, временно в дверь вставили фанерку, ну а потом и стекло. И стало как прежде, и тепло, и светло. Знаешь, прям три наречия. Тепло, светло, стекло. Арсений, сидя у входа, общаясь с охранниками совы, приехавшими на сработку, и дожидаясь полицейских, которым из четвертого ОПА, что на Барде на 41, только через дорогу перейти, вел себя, мягко говоря, странновато, почти как у классика. То как зверя назовоет, то заплачет, как дитя. За грубость в отношении оператора Арсений отхватывал с занесением в грудную клетку. А ибо нефиг. Что вы не снимаете? Вы имеете право мне снимать. Молодой человек, и что вы плачете? Что случилось? А где сравняют? Это же она прошла просто так. Настроение у Арсения менялось настолько стремительно, что у слушавших его охранников и продавцов возникло подозрение, что у парня с башней не лады. Вот послушайте, как он угрожал убийством своему обидчику. И как быстро соскакивал с уголовного преступления. А что вы не знали, что угроза убийством это 119-я УК, в пиковом случае можно наугрожаться до двух лет зоны. Я просто постучу его и заряжу, и всё. А просто так. Ты с головой занимаешься? Да. Просто так не бывает? Нет, конечно, не... Нет, конечно, не заряжет, конечно. Вот. Ну, он играл. Ну, я и жена. А он ничего не играл. Ну, ляпан, ну, ляпан. Что касается разбитого ногой стекла, то вину свою Арсений, конечно, не скрывал. Ибо глупо. Но по-тихому без полиции расходиться не захотел. Был у него шанс заплатить за стекло 6 тысяч и валить на все стороны. Но Арсений, по его словам, якобы работающий в Сбербанке 6 лет, возжелал, чтобы ему выдали официальный счёт. Стекло, потому что... Моё вино. Я, конечно, абсолютно не отрицаю в этом. Я даже не думаю, что он такой лёгкий. Нет, я заплачу, вы не выставились в счёт? Ну, всё. Где он? Официальный счёт мне дайте. Я сначала отдам вам, пусть они проверят его. И всё, потом он почём. Никакими другими способами я ему не имею права оплачивать. И он тоже тем же самым способом не имеет ничего. Абсолютно он не имеет никакого права с меня что-то требовать. То есть, после того, как он мне предоставит счёт, и я распишусь, только после этого он с меня требует. Не работает. Будет требовать. Чем завершилась эта трагикомедия, неизвестно. Ну, видимо, пришли полицейские, а там реально пешком быстрее, чем на машине. Забрали Арсения, оформили, да и отпустили, поди. Ну, а что, разбил стекло, заплатит, он же не против. Другое дело, что это уже второе нападение на двери этой алкомаркетной сети. Понятно, что винник – это место повышенного риска. Кто-то ходит в алкомаркеты трезвым и берёт сразу достаточно, а кто-то приходит за добавкой уже в готовом состоянии и, как следствие, начинает барагозить и бить стёкла. Сколько ещё раз такое случится? И в какие дни недели? Ха, думается, ответы на эти вопросы скрываются в самом названии алкомагазинов. Сегодня в Екатеринбург с рабочим визитом приехал простой депутат Госдумы Александр Хинштейн. А за последние годы уже, пожалуй, все губернаторы усвоили, что это обычно не к дождю, а к плохим отметкам в графе «работа с обманутыми дольщиками», но и к соответствующим оргвыводам сверху. Однако в Екатеринбурге отношение к его визитам иное более рабочее. Опыт Свердловской области в этом деле признан эталонно важным для всей страны, и разработанные именно у нас меры, успешно сработавшие, уже стали основой для таких же законодательных решений уже в полутора десятках проблемных регионов. Я оцениваю работу Свердловской области как одну из самых эффективных в стране по решению проблем обманутых дольщиков. Я на протяжении всего этого периода приезжаю сюда регулярно, ежегодно, бывает и по несколько раз в год, и вся динамика на моих глазах разворачивается. Могу сказать, что на сегодняшний день, если говорить по численности страдавших граждан, то Свердловская область занимает 15-е место в стране, хотя еще несколько лет назад она входила в тройку печальных лидеров. Да, еще буквально 2-3 года назад обманутые дольщики были колоссальной социальной проблемой, которую в наших краях научились решать первыми в стране. При активнейшей и регулярной поддержке все того же депутата Хейнштейна у нас почти все рассосалось. Не все, конечно, процентов на 90, но то, что осталось, вполне успешно дожимается областными властями и губернатором. Например, ставший притчей в Языцах и пугалом для остальных участников долевого строительства микрорайон на улице Рощинской. Могу сказать совершенно твердо по Рощинскому, что в этом году точка с дольщиками на этом объекте будет поставлена. Больше ждать, надеяться и верить никто не собирается. Денег достаточно. Свердловская область направила на достройку этого объекта. Мы посчитали сегодня с учетом процентов по кредитам, от которых... Без учета 1,2 млрд. Сейчас-то из ЖК все перейдут в квартиру и, пожалуйста, получайте... И у нас есть основания, которые вы будете финансировать. Теперь, прежде чем у вас мы не забрали, покажите нам тот корпус, куда мы переводим дольщик. Да. Так, ну вот вы стоите напротив этого корпуса. То есть это у нас... Это восьмой. Так, подожди, вот какой у нас 7-1. Вот 7-1. Вот 7-1. Вот это 7-3. Да, вот который за девятым домом. Значит, сегодня в ходе совещания подпишем трехстороннее соглашение между застройщиком, АИЖК и ЖСК, их числа дольщиков, о перемене объекта, то есть о том, что дольщиков будем заселять в 7-1 и в 7-3. Вот, реестр уже подготовленный, к часу дня такое соглашение будет готово. И в час дня непосредственно в резиденции, в администрации, губернатора мы этот документ подпишем с тем, чтобы дальше уже никто никуда не съезжал. И он имеет юридическую силу, да? Да, он имеет юридическую силу, безусловно. На упомянутом совещании в резиденции губернатора сегодня яблоку негде упасть было. Компанию представителям застройщиков и соответствующую атмосферу создавали, например, прокурор области, заместитель генерального прокурора Российской Федерации, уполномоченные по правам человека и другие серьезные официальные лица. Ну а предшествовало этому совещанию не только активное общение с гражданами на самом проблемном объекте, но и приятный выезд в Верхнюю Пышму, где силами УГМК-холдинга было успешно закончено строительство дома 6Б на улице «Машина строителей». 236 дольщиков после пятилетней неопределенности получат ключи от новых квартир, а сегодня в присутствии главных виновников все же состоявшегося торжества им был вручен символический общий ключ от дома. Такие же церемонии в два приема ждут в этом году на улице Хрустальногорской в Екатеринбурге. Почти 10 лет почти 297 ждали новоселья. Закончить объект удалось после передачи его атомстройкомплексу, согласно новым законам, принятым впервые в стране именно в Свердловской области. В рамках нашего 50-го закона мы сыграли примененные участки, выиграли у нас три подрядчика. Вот сейчас мы видим уже окончание строительства этих домов. По этой площадке у нас было 290 обманных издательщиков. Это тех, у которых вообще ничего не было. Это волна 2004 года. Значит, сейчас идет к финишу. Значит, в марте месяце мы это все сдадим. Первый пусковой комплекс 10 тысяч квадратных метров. И второй пусковой комплекс тоже 10 тысяч квадратных метров. По количеству квартир мы должны заселить 290 обманных издательщиков. В первую очередь, сдаточный объект марта месяца мы заселяем 150 семей и оставшихся. По контракту мы должны заселить в декабре, но мы постараемся пораньше. Он просто переедет сюда, хвалит. Хорошо. Низкий вам поклон от нас и искренне спасибо. А все остальное будем решать в рабочем порядке. Ну, конечно, немножко осталось. Ну, вот, конечно. И не забудьте нас все-таки на новосельях. Конечно. Все так говорят, но никто не приглашает. В Арамиле, городе-спутнике Екатеринбурга, неизвестные провели акцию протеста против политики мэра города Владимира Герасименко. Ночью перед зданием городской ратуши появилась куча навоза, фанерная будочка и несколько плакатов соответствующей тематики. Вся эта композиция должна была намекать на давний конфликт, связанный с постройкой в городе дешевого жилья. Несколько лет назад поля вокруг Арамиле и ближайших к ней поселков стали застраиваться вот такими домами, которые протестующие называют фанерными. Ну, не фанерные, конечно, но деревянными, каркасными, вроде как по канадской технологии. Цены на квартиры в таких домах привлекали молодые семьи, малообеспеченных, но нуждающихся в жилье граждан. Так, например, однокомнатную квартиру здесь можно было купить, начиная с полумиллиона семисот тысяч рублей. Подвох проявился позже. Дома оказались не подключенными ни к отоплению, ни к канализации, ни к водоснабжению. А сделать это мешает их неопределенный статус. Дома построены на землях промышленного назначения и сельхозугодия. В отношении застройщика сразу нескольких жилых комплексов вокруг Арамиле ведется следствие, но пока результатов его не видно, некие силы решили использовать историю с каркасными домами в своих политических интересах. Нет, это не те несчастные, которые оказались в неотапливаемых и лишенных воды домах. Те все-таки надеются, что когда-нибудь их будет наладиться. Высыпавшие навоз на площади намекают на то, что новоселы фанерных домов загадили их родной город. Что в деревянных трехэтажках черные риэлторы селят опустившихся екатеринбургских алкашей, превращая цветущий Арамиль в гетто маргинала. Кто стал заказчиком этой акции, мэр Арамиль Герасименко обещал разобраться и привлечь к административной ответственности. Спустя очень незначительный промежуток времени у нашей программы вполне себе терпимые погоды. Терпимые до самого конца января, до начала февраля. Ну а в Перворальске продолжает свирепствовать таинственная зараза. Число пострадавших по сравнению с пятницей увеличилось вдвое, но никто до сих пор так и не понял, что же происходит на самом деле. Луги и победители ТВ В Перворальске продолжает развиваться история об острой кишечной инфекции, массово поразившей местное, преимущественно юное население. Если до выходных медики насчитывали 47 пациентов, то сразу после них случилось без малого удвоения. Сегодня утром из Перворальского отделения Роспотребнадзора поступили сведения уже о 78 захворавших. Если точнее, то это число официально обратившихся за медицинской помощью. Тридцать два из них это малыши до двух лет от роду, еще 27 дети от двух до 14 лет, 45 заболевших госпитализированы, тяжелых случаев нет. Врачи отмечают также, что симптомы проходят довольно быстро за один-два дня и несколько человек уже выписаны из стационара. Тот факт, что среди пострадавших есть как взрослые, так и дети, как посещающие школы и садики, так и сугубо домашние, причем в самых разных районах Первоуральска и соседних поселках, не дает оснований закрыть какой-то конкретный садик или школу. На прошлой неделе грешили на некачественную воду, однако пробы ее оказались нормальными. Анализы от людей будут созревать еще с недельку, после чего, возможно, будет ясно, какая именно зараза поразила Первоуральск. И напоследок о погоде вполне терпимый. Температура в пределах минус 10, регулярно солнечно. Но вот в сочетании с ветром, да еще с сильным ветром, по части погоды получается очень грустно. Начавшаяся неделя на Среднем Урале пройдет под властью, к счастью, не очень холодного, антициклона. Завтра, даже в ночные часы, температура воздуха в Средловской области не опустится ниже 15 градусов, а днем ожидается в среднем на 5 градусов теплее. Как и положено настоящему антициклону, он позволит коммунальщикам расправиться со всем ранее выпавшим снегом, не добавляя им новой работы. А вот докторам на этой неделе работы явно прибавится. Над Уралом в целом и над Екатеринбургом в частности установится аномально высокое давление. Баста, крапузики! Кончились танцы! Помирать так с музыкой! Забивайте, братцы! Помирать, наверное, не стоит, а вот позаботиться о лекарствах, гипертоникам, астматикам и прочим аллергикам лишним не будет. При высоком давлении все выхлопы автомобилей, выбросы заводов и электростанций скапливаются на уровне человеческого, а особенно детского лица. Для екатеринбургцев уровень автомобилизации, которых считается самым высоким в стране, это предупреждение, думается, будет особенно ценным. Между тем, проблемы свердловчан разделят в ближайшие дни далеко не все уральцы. Пока мы страдаем от аномально высокого давления, жители Челябинской области, Кургана и Юга Башкирии страдают от аномально низких температур. По крайней мере, от прогнозов резкого похолодания. Завтра жителям столицы Башкирии прогнозируют минус 23, тогда как даже на побережье Карского моря всего минус 20, а в Тобольске и вовсе минус 5. А теперь переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же! Доцент, у меня насморк, пасть порву. Те же минус 5 завтра ожидаются и в Санкт-Петербурге, хотя город на Неве на целый градус севернее Тобольска. Правда, питерские минус 5, это скорее дело рук скандинавского циклона, а не антициклона, господствующего на Урале. По той же причине тепло завтра будет и во всей европейской части России, а на юге так даже неприлично тепло. В Ялте и Сочи плюс 12-14, хоть курортный сезон открывай. Вот и все, ребята, время нашей программы, к счастью, прошло к концу. Продолжайте нас смотреть, в том числе в интернете, в том числе у нас на сайте shownewstv.ru. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»